Привет, я Нокс. И книжных покупок, к сожалению, в этом месяце нет. Я ведь обещала. Сейчас. Конечно же, они были в феврале, потому что я держалась где-то до числа 10. А потом я случайно оказалась в центре, прошла мимо своего любимого магазина. Ну как прошла? Естественно, не прошла. Поэтому книжки есть. Ну а потом уже первая купила, что и понеслось. Я даже не буду делать вид, что я сожалею об этом. Конечно же, нет. Но я надеюсь, что эксперимент в марте. В марте обязательно, обязательно я ни одной книжки не куплю. Даже электронной. Я их и так не покупаю. Начнем. В этом месяце у меня очень много книг из серии «Эксклюзивная классика». Ну, во-первых, она доступна для покупки. Во-вторых, она такая аккуратненько, удобная. Первая книжечка, которую я купила, называется «Опрокинутый мир. Кристофер Прест». Ну, здесь вот, как они всегда пишут, это писатель, изменивший мир. Это английский писатель-фантаст. Кстати, для меня это такая новая область. Я, если я люблю английскую литературу, английскую фантастику, я пока еще мало читала. Говорят, что его роман вызвал шум. Вышел он в 60... 60... нет... Он начал печататься в 66-м, а «Опрокинутый мир» стал знаменитым в 75-м году. Спустя 20 лет Кристофер Прест написал тот самый роман «Престиж». Что здесь? Здесь я тоже читала аннотацию об авторе, а так-то, как уже я говорила, что я не особо была наслышана. Здесь рассказывается о странном городе, который передвигается по рельсам. Его обитатели неустанно прокладывают железнодорожные пути. Ну, один из героев возвращается в места, которые ранее были покинуты городом. Что происходит? Я, честно говоря, не открывала вообще эту книжку, потому что аннотация уже такая интересная. Сейчас, прямо перед тем, как снимать видео, я прочитала страничку. Текст такой легкий, в принципе, восприятие нормальное. И думаю, что я в ближайшем времени ее почитаю. Кстати, мне вот почему-то напомнило историю хроники хищных городов. Может быть, это по этой книге как раз и сняли. Мне тут как раз еще открыточку положили. О театре Маяковского. На ней можно писать. Рассказывается о режиссере Миндаугаса Карбаускис. То есть, практически непроизносимо. Но просто была приятная такая интересная закладочка. Что у нас дальше? Дальше я прикупила еще одного английского писателя Сомерс Ситмоем. Все знают его театр. Я читала «Узорчатый покров», «Бремя страстей человеческих». Я, кстати, не помню, что я из этого читала. Театр точно читала? «Бремя страстей человеческих» скорее всего, да. А «Узорный покров» скорее всего, нет. Ну, посмотрим. Эту книгу называют... Книга называется «Маг». Ее называют самым интересным и таинственным произведением автора. Здесь рассказывается о английском джентльмене, который решает посвятить свою жизнь изучению магического искусства, то есть оккультизма. Вот. Но он влюбляется в невесту молодого хирурга, который верит в прогресс. Соответственно, чтобы бороться со своим противником, он решает призвать темные силы. Ну, в общем-то, интересно. Мне кажется, это куда интереснее, чем театр мой. Ну, на мой взгляд, я вообще любитель, конечно, фантастики. А театр меня, как я уже говорила, не впечатлел. Ну, посмотрим, что здесь есть. Английская литература всегда была хороша. Ну, мы не сравниваем с русской, она совершенно другая. Вот. Еще немножечко английской литературы. Доди Смит. Я захватываю замок. Автор известна как автор детской книги. 101 Далматинец, по которой был снят мультик. Вот. Но когда она написала этот роман, тут пишут, в информационной о Наташке, что она стала очень знаменитой. Но, опять же, что здесь рассказывается? Английский замок, молодые юные леди, одна из них ведет дневник литературный и бытовой. И тут приезжают из соседнего поместья два наследника. Ну, что, что, что. Дикая собака Динго, первая любовь, все такое. Но, мне кажется, это интересно, несмотря на то, что, скорее всего, это подростковая литература. Кстати, тоже есть закладочка. Это уже я сама купила. Котики, собачки. Все по возрасту. Дальше у нас пошла уже американская литература. Одна из нашумевших книг. Джозеф Хейлер. Поправка 22. Это история о Второй мировой войне. Да, о летчиках. Летчик американских ВВС. Она до сих пор вызывает много споров. И вот, естественно, я все ходила-ходила мимо нее. Все-таки объем такой довольно-таки большой. Ну, и решила, а почему бы нет? Почему бы нет? Вот тут даже Харпер Ли пишет, что это единственный роман о войне, который я прочитала. Я, кстати, тоже не очень люблю военную прозу, потому что я считаю, что война – это самое глупое, что придумали люди и чем они занимались. Ну, самое умное – это, естественно, наука, искусство, культура и так далее. Вот. О войне я не люблю читать. Единственное, что может, только поэзию. Но эту книжечку обязательно прочитаю и обязательно расскажу. Крепить. Дальше у нас автор. Американский, но ирландского происхождения. Вот, кстати, очень интересный американский автор ирландского происхождения. То есть, это, это... Как это слово там? Толерантно так называть? Если я перееду в Америку, мне будут называть американской писательницей. А русского происхождения – да ну нафиг, я русская. Ну, там, на четверть хохлушка, ладно. Вообще непонятно кто. Еще и Мамай прошел по всей России. Ладно, не обо мне. Американская писательница ирландского происхождения. Представительница южной школы. Ну, вот северная и южная школа – это, видимо, с гражданской войны в Америке, когда там север с югом боролись, как я понимаю. Обзывают, что это роман, который входит в 100 лучших романов 20 века, которые, естественно, как все списки составляли неизвестные люди. Я обычно, когда вела свой блог о книгах, я писала какой-то список, которые составляли какие-то люди. То есть, топ-10, топ-50 – это все личное мнение. Нельзя, нельзя никак делить книги по местам. Как можно делиться, а не вообще о разных вещах. Даже если два человека будут писать об одном и том же событии, это получатся совершенно разные книги. Как можно их поставить, кто лучше, кто хуже? Они по-своему все хороши. Есть, конечно, некачественная литература, но это, скорее всего, претензия к языку и, скорее всего, к построению сюжета, завязки. То есть, когда путают, когда что-то не дописывают или вводят лишних персонажей, но это, скорее, техника. Вот, вернемся к роману. Как здесь пишет аннотация, «Вернувшись с войны Хейзелмолд, содержим идеей сгнать Бога из своего сердца. Познакомившись с циничным проповедником Ассой Хоуксом и его 15-летней дочерью, он основывает новую церковь без распятого Христа, где хромые не ходят, слепые не видят, а мертвые лежат в могилах». Кстати, вот мне уже интересно, я всегда, точнее, как-то у меня мысль пришла в голову, можно ли создать новую религию. Я читала информацию об этом в сети, кто-то пытался уже об этом думать до меня. Очень много исследований интересных, там поклонники Винни-Пуха, «Макаронного монстра» и так далее. Там много чего почитайте. Вообще о религии я не говорю практически никогда и не спорю, дело ваше. Но теория создания новой религии – это всегда интересно. А вот, как я рассказывала в прошлых видео, сейчас еще бы вспомнить о ком, кто у нас придумал саентологическую церковь. Блин, сейчас вот из головы вылетела. То есть это возможно, и это интересно. А вот. Но тут на пути к главному герою встречается безумный фанат. Ну и что об этом? Об искуплении, воздаянии уже пророках и подлинной мудрости, кризисе, вере, веры и поисках путей. Да, читать плохо. Темновато тут. Вот. Тоже интересно. Тем более мне в последнее время я очень много слушаю об ирландских авторах. И хочется об этом узнать. Но, конечно, это, скорее всего, не самой Ирландии. Но об Америке тоже интересно читать, потому что, как таковой, информации практически нет. Дальше другая немножечко книжечка, азбука классики. Мюриэль Барбари. Жизнь эльфов. Я у нее читала «Элегантность ежика». И, по-моему, лакомство тоже читала. А вот это уже французская литература у нас. Говорят, что тираж этой книги превысил все ожидания. И что в этой книжке. Героини – это две девочки, которые живут в разных местах. Но они общаются с миром эльфов. Ну, и вот тут обещают, что влияние от Джулия Верна до Джоан Роулинг и «Хроник на армии» от Джана Жилуно и Сильви Жермен. То есть это об природе, искусстве и магии. Пишет какая-то женщина, неизвестная. Точно так же, как последние два имени. Но «Элегантность ежика», она, конечно, я перечитаю сейчас, скорее всего, она мне покажется не такой вкусной, как показалось тогда. Но тогда мне она очень зашла. Ну, почему бы нет? Французы, кстати, как любое их искусство, кино, либо живопись, они вообще очень интересные. И у меня такое ощущение, что у них мозг ставлен задом наперед. Ну, как и у японцев, наверное. Но японцы ближе к нам, как мне показалось в культуре, своей трагичностью. А вот французы – это эдакое русское пьяное раздольство, когда люди творят, не ведая чего. Или вообще забывают о том, что творили. Ну, почитаем, узнаем, что это такое. Дальше две наших книжечки. И не две, скорее четыре. Но они немножечко разные. Алексей Иванов, Комьюнити. Я хотела почитать про его пионеров и вампиров. Пионеров и вампиров. Но цена кусается. Я подожду, пока выйдет в этой серии. И потом куплю. Но это вот о интернете, сети, о переходах закона онлайн и оффлайн. Какие-то тут демоны чумы, королева чума, людей убивают, эпидемия смерти. Как пишет аннотация, детектив о жестокой перемене собственника в IT-корпорации. Если угодно, очерк нравов о провинциалах столиц. Ну, я Иванова читала «Блуда и муда», «Общага на крови» читала и что-то про... А «Сердце Парма» читала. Нет, не «Сердце Парма», вру. «Соглавцев» я читала. Ну, вот это вот немножечко вообще другой поворот. Но «Пионеров»-то я обязательно прочитаю. Ну, здесь я вот начала чуть-чуть, кстати, у меня тут закладочка. Я ходила смотреть фильм «Стекло». Так вспомнила, так приятные такие ощущения. Хотя, конечно, фильм мне не понравился. Точнее, мне не понравилось, что в нем, как в последнее время, соединяют Марвелов все в кучу. И тут и люди, и кони тоже были вместе в этом стекле. Первая часть про шизофреника, в котором уживалось 13 личностей, куда интереснее. А вот, поверьте мне, как любителю трейлеров, я пересмотрела практически все, что можно, а что не можно, я еще пересмотрю. Вот. Но Иванов такой довольно у нас известный, довольно обсуждаемый автор. И я думаю, что эта книга будет интересна. Хотя вот я, как я уже говорю, первые несколько страниц, это просто мой филологический, мой интеллектуальный, моральный, и культурный шок уже. Я не знаю, что будет дальше. Я надеюсь. Плюс она еще такая техничная литература уже в начале. Поэтому я надеюсь, что дальше будет более художественно. И мы все-таки прорвемся через газетные статьи, научные статьи, книги, и что-нибудь получится. Посмотрим. И, кстати, она содержит нецензурную брань. Ай-яй-яй, это, по-моему, только про русские книжки. Матершинники. Вот. Еще одна книга, тоже нецензурная брань. Михаил Елизаров, библиотекарь. Но с этим товарищем я познакомилась сначала с его музыкального творчества. Я слушала его песни. Песни такие неоднозначные. Я бы, конечно, хотела бы послушать его самого, о том, как он рассуждает о своих песнях. Потому что меня иногда культурно шокировало. Особенно отношение к женщинам. Может быть, это, конечно, не обо всех. Может быть, это каких-то отдельных личностей, встречавшихся в его жизни. Ну и понятно, что сейчас все говорят о том, что новое поколение вырождается. И уже не такое умное, не такое стремящееся, не такое порядочное и так далее. Но, несмотря на это, песни у него жесткие. А вот, кроме этого романа он написал «Пастернак», «Мультики», «Ногти» – сборник рассказов. Мы вышли покурить на 17 лет. Ну, я пыталась что-то из его рассказов, по-моему, в сети читать. Но так то ли не прочитала, то ли мне не зашло. Я уже толком не помню, давно это было. Но вот этот роман, он удостоен русского букера. Опять же, породил дискуссии о священных текстах. Но без книжной пыли. Что здесь говорится? Здесь есть писатель Громов. О нем давно-давно забыли. Он советский писатель. Но проходит время, и его романы начинают творить чудеса. То есть его читатели приобретают какую-то неведомую силу. За книгами охотятся. Они разные, они раритеты. И за них сражаются с топором в руке. Ну, наверное, это уже большой спойлер. Можно, конечно, не читать. Я даже вот пока еще не открыла эту книжку. Я вообще ее боюсь открывать. Как ящик Пандоры. Как вылезет там Михаил Елизаров. Но я почитаю. Хотя бы просто из вредности. Я всегда читаю книжки. Даже если они, блин, офигенно не нравятся. Или офигенно скандальные. Но если я взялась, я ее обязательно читаю. Но за исключением хазарского словаря. Мила Радопавича. Это мой личный крест. Это мой недочит, который будет меня преследовать по ночам. Я знаю. Я буду спать в кресле-качалке возле камин на старости. Не довязывая носок. И мне будет все время снится повторяющийся сон. Хотя я, конечно, мало что помню. Уже из хазарского словаря его, наверное, надо заново пересчитывать. Но я, видимо, вспомню. И он будет меня преследовать. Но, тем не менее, Михаил Елизаров. Личность скандальная. Известная. Пишущая. Посмотрим, что написал. Прошу прощения. Чуть-чуть приболела. Дальше немножко поэзии. У меня уже всем известно, кто смотрит. Целых там несколько человек. Кто смотрит мой канал. Мне известно, что я не безумно люблю поэзию. Но прониклась. И сама немножечко пишу. И читаю. И учу. Стараюсь изучать новых авторов. Ну, не то чтобы популярных и известных. Но о сегодняшних медийных известных личностях в сфере поэзии я знаю. Да, так прозвучало самонадеянно. Но я надеюсь, что я о них знаю. Потому что я мониторю в сети, что происходит. Ладно, вернемся к книгам. Что я купила? Я зашла просто где-то кофе попить. И там был книжный магазинчик. Или сначала я зашла в книжный магазинчик, а потом попила кофе. Кстати, это был раф с соленой карамелью. Интересный такой вкус для любителей экспериментировать. Кстати, я тут выяснила, что не все любят такие эксперименты. Слабаки. Хотя нет, может просто традиционные, консервативные. Не хотят лезть, ну вот как в этих американских фильмах, в темный подвал. Кричать, кто здесь? Джимми, это ты? Ладно. Владимир Владимирович Маяковский. Сборник «Во весь голос». Я не уверена, что, конечно, я являюсь поклонником. Может быть, мне нравятся пару его стихотворений. Я еще мало их читаю. Поэмы я пропустила. Что-то я так в 10-11 классе там был большой объем информации, которую мне пришлось нагонить после деревенской школы. И пропустила, я признаюсь. Тем более, советский период для меня сейчас интересен. Советский, постсоветский, послеперестроечный и перестроечный. А вот в то время, кстати, мы еще были молоды, мы начинали влюбляться. Нам вообще было не до литературы. Я, конечно, очень жалею о том, что я мало училась и плохо знаю. Литературу, конечно, я всегда знала лучше, чем другие предметы, чем, например, историю. С историей у меня совсем слабовато. Спросите меня основные даты. Я могу вам, конечно, замяться и не ответить, сказать «идите нафиг». Зато я умею стихи писать на три страницы. Но, тем не менее, значимый поэт. Он еще был драматургом. Здесь его основные произведения. Флейта, позвоночник, облако в штанах, проэта. А вы могли бы? Любовь во весь голос. Стихи из американского цикла и другие поэтические произведения. Я уже прочитала первое. Оно называется «Ночь». И оно, конечно, носит все признаки Маяковского. Какая-то рубленая лестничная рифма, грозная такая, о которой надо кричать, как-то рассказывать. Кстати, я не знаю, его можно вообще к рэперам отнести? Если его читать под музыку, мне кажется, что-то нечто похожее получится. Вот, возможно, да. Возможно, Владимир Маяковский был первым рэпером. Просто он не знал этого. Ну и тем более, кроме этого, он относился, точнее, был лидером русских футуристов, возглавил самый левый радикальное течение поэзии XX века. На самом деле, не попадал ни под какие рамки. Буду изучать. Возможно, что-то выучу. Облако в штанах я практически помню, с исключением последних нескольких строчек. Еще где-то я у него стихотворение такое лиричное читала. Возможно, к Лилечке, его известное стихотворение. Но вот то самое стихотворение я даже, наверное, выучу. Еще один наш поэт, уже другая серия, 100 главных книг. 100 главных книг, которые составляли какие-то непонятные люди. Борис Пастернак. Лирика. Ну, Борис Пастернака больше знает по его доктору Жвага. Но, тем не менее, у него очень красивые лиричные стихотворения. Ну, что здесь есть? Что здесь есть? Тема вариации. Сестра моя жизнь. Начальная пора повер барьеров. Стихи разных лет. Эпические мотивы. Второе рождение. На ранних поездах. Из летних записок. Переделки. Ну, знакомые тут места. Стихи о войне. Стихотворение Юрия Жвага. А, оно, видимо, из книги. Когда разгуляется. Ну, кстати, насколько я помню. Да, 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 да. Все его знают по стихотворению «Зимняя ночь». «Мелоу-мелоу по всей земле», который пела Пугачева, а еще куча людей. Вот. Ну, вот этот самый человек. Может быть, вам тоже будет интересно. И вы захотите почитать. По сторонам, я не уверена, что я буду учить наизусть. Может быть, только невольно. Вот. Но, тем не менее, он, кстати, тоже довольно обсуждаемая личность. Дальше уже немножко другого рода литература. Я была в прошлом месяце на выступлении какого-то музыкального то ли фонда, то ли центра, который называется «Изумруд». Там пели романсы. Вот. И на выходе я очень хотела купить книги или диски. Что-то там было такое интересное. То ли книга с дисками, то ли диски с книгами. Но у меня не хватило денег. Хватило только на книгу о Надежде Левицкой, русской народной певице. Ну, ее, конечно, вряд ли кто-то знает. Широкие массовые круги. Это ее автобиография. Она сама ее писала. Она состоит из двух частей. Она уезжала. Даже вот тут вступительная статья на английском. Ну, и как здесь пишут, «Осуществление мечты певицы – запоздалое возвращение домой». Ну, я так полистала. Тут, кстати, есть тексты песен, видимо, которые она пела. Фотографии самой Левицкой и ее каких-то близких или знакомых людей. Ну, в общем-то, наверное, будет интересно, потому что она такая на фотографии такая интересная барышня. Тем более я люблю русскую литературу и, точнее, русские песни я очень люблю. И многие знают наизусть и по своей работе, и после этого я так иногда слушаю. Папа у меня слушал, Надежду Кадышеву очень много. Вот. Думаю, будет интересно. Хотя, конечно, я не очень люблю читать биографии. А почему бы и нет? Ох, нифига себе. 24 минуты, я уже болтаю. Будем загругляться. Одну книжку, следующую я уже показывала, наверное. Я точнее даже не помню. Какую-то я из них показывала. Я в фикс-прайсе приобрела две книги. Вот эти, кстати, книги в магазинах очень дорогие. Так мне она обошла за 99 рублей. Игорь Прокопенко. Самые шокирующие гипотезы, это, по-моему, то ли с РНТВ, то ли с ТНТ. Смертельные сети фастфуда, оружие в тарелке, вся правда о ГМО. Это, конечно, не кулинарные книги, но, тем не менее, о еде. Еще одно мое увлечение, которое я забросила почему-то на последние два месяца. И Сергей Малоземов. Еда живая и мертвая. Пять принципов здорового питания. Научный взгляд на то, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Очень классная передача. И даже в «Я мертвая» я ее поклонница. Я иногда сяду и как сериал целый день смотрю все те серии, которые я пропустила. Вот я их в кучку собрала. И теперь очень довольна. Могу не только смотреть, но и читать. Ну и как водится. Если бы я столько читала. Покупки, которых быть не должно. Вот такие они все разные. Такие приятные, тяжелые, самобытные. Ну, я не то чтобы молодец. И не то чтобы я плохо поступила. Да. Покупки есть. Покупки это здорово. Всем классных покупок. Всем хороших книг. И крепитесь. Скоро весна. Пока-пока.